Всем привет! В предыдущем ролике речь шла о монтаже металлического каркаса двухуровневого потолка. В этом видео рассмотрим монтаж гипсокартона потолка с фрезерованными коробами для светодиодной подсветки. Изготовить короба под светодиодную ленту можно несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим. Самый простой и не требующий в фрезеровке способ это создание короба из двух листов ГКЛ, где выступающему нижнему листу ГКЛ крепится направляющая, к которой уже в свою очередь крепятся боковые части короба, выполненные из узкого отрезка гипсокартона. Плюсы этого варианта быстроте и простоте изготовления. Минусы. При последующей отделке внешних углов короба для придания прямых линий и остроты углов потребуется монтаж алюминиевого углового профиля с последующей неоднократной шпатлевкой. Во втором варианте короба, изготовленного при помощи фрезеровки, тоже есть свои плюсы и минусы. Начнем с минусов. Для изготовления короба потребуются такие инструменты, как фрезер, а для нормальной его работы без лишней пыли никак не обойтись без строительного пылесоса с циклоном. Кстати, посмотреть видео о изготовлении простейшего варианта циклона можете, перейдя по ссылке, размещенной в описании к этому ролику. Также при изготовлении коробов при помощи фрезеровки потребуется точный расчет и гораздо больше времени. Несомненным же плюсом такого короба являются его острые и ровные углы, благодаря чему не требуется монтаж угловых элементов, а нанесение шпатлевки сводится к минимуму. Более подробно узнать о процессе изготовления самих коробов для LED-подсветки можно из моего другого видео, ссылку на которое вы также найдете внизу в описании или просто подписавшись на мой канал. Монтаж гипсокартона на потолок, начиная с установки задней стенки короба, состоящей из вертикальных отрезков гипсокартона, соединяющих первый и второй уровень потолка. В углах и там, где отрезки соединяются между собой, снимаю с них фаску, в нее будет закладываться шпатлевка. Далее центральную часть потолка первого уровня и задние стенки короба грунтую, заделываю стыки, шпатлюю и крашу. Подробнее о заделке стыков, шпатлевке и покраске потолка можно узнать из моего другого видео, ссылку на которое я также оставлю в описании к этому ролику. Полная отделка ниши первого уровня, расположенной в центральной части потолка до окончания монтажа всего ГКЛ и коробов светодиодной подсветки, оправдана тем, что после монтажа коробов нормально зашпатлевать и покрасить заднюю вертикальную стенку короба и закрываемую им часть потолка уже не получится, поскольку доступ к этому месту будет закрыт самим коробом. Изготовленные мной короба с внутренней части имеют ступень. Эта ступенька служит ограничителем при монтаже короба на потолок, благодаря чему при монтаже, упершись ей в вертикальную заднюю стенку короба, можно быть спокойным, что деталь из гипсокартона будет установлена с одинаковыми выступлениями по обеим сторонам. Произведя отделку и покраску ниши первого уровня, приступаю к монтажу второго, начиная с установки коробов для светодиодной подсветки. В моем случае короб каждой стороны выполнен из сплошного листа ГКЛ. После установки коробов ниши для подсветки устанавливаю короба второй декоративной ниши, также выполненный при помощи фрезеровки. Вся стыковка листов ГКЛ между собой осуществляется только на металлопрофиле. В случае со стыковки листов ГКЛ друг к другу краями без заводской кромки плуг, расшифровывается как полукруглая утоненная кромка, обрезаю сопрягающиеся края ГКЛ под углом 20-25 градусов. Следует отметить, что хоть и те же монстры вроде Кнаут рекомендуют производить обрезку краев на еще не прикрученном листе, сам я пришел к тому, что обрезку краев гораздо проще производить не заранее на еще не установленных листах, поскольку обрезанные края могут мешать качественно притянуть ГКЛ саморезами. И в этих местах при вкручивании самореза всегда есть риск того, что гипсокартон сломается у края. А вот когда уже листы прикручены к потолку, обрезать кромку гораздо проще. Хотя, конечно, и здесь тоже есть минус – работа на высоте. Как показала практика, в месте стыковки двух листов ГКЛ листы лучше не соединять плотную друг к другу и оставлять место между ними для размещения шпатлевки, поскольку последующая заделка шва с минимальной шириной укладываемой шпатлевки, увеличивает возможность образования трещины в этом месте. Это объясняется тем, что шпатлевка для швов, например, тот же Фуген от фирмы Хнауф, при высыхании имеет приличную усадку и при минимальной толщине шва получается, что растягиваться и усаживаться особо-то и нечему, вследствие чего и могут появиться трещины. В месте примыкания гипсокартона к стене, к направляющему профилю, что на стене, без особой надобности гипсокартон я не прикручиваю. Так постепенно собираю пазл потолка и прикручиваю все листы ГКЛ к металлопрофилю. Листы креплю сперва на небольшое количество саморезов, только для удержания их на потолке. После монтажа всех элементов гипсокартона, проверяя при помощи правила, лежат ли все листы в одной плоскости. Если это не так, то лист можно снять и, найдя причину, устранить ее. Бывает, что свободному прилеганию мешает лишь несколько саморезов, шляпки которых выступают из профиля. Установив все листы гипсокартона на свои места, вкручиваю оставшиеся саморезы, которые пускают с шагом между собой около 100-150 мм. Хочу дать небольшой совет. Не покупайте самые дешевые черные саморезы по гипсокартону, так как в большинстве случаев они являются некачественными. И это выливается в брак, где какое-то количество саморезов просто летит в помойку. А также в испорченный гипсокартон, поскольку плохие саморезы могут даже в бите сидеть неплотно, да еще и быть тупыми, что сказывается на скорости и качестве работы при их вкручивании. При вкручивании саморезов важно, чтобы они не прорывали бумагу гипсокартона и как бы ее вдавливали. Для этого я использую специальную биту с насадкой, благодаря которой ограничивается глубина вкручивания самореза в лист. После вкручивания всех саморезов на стыках листов с незаводской кромкой при помощи обойного ножа со сменными лезвиями снимаю фаску на местах стыка. В углах, где стыкуются короба подсветки, также снимаю фаску для того, чтобы шпатлевке было где держаться. После монтажа всех элементов ГКЛ и снятия фаски в месте стыковки листов, а это относится и к стыковке листа со стеной, если он примыкает незаводской кромкой, при помощи кисточки произвожу тщательное грунтование мест на листах ГКЛ, не покрытых бумагой. Теперь потолок готов к следующему этапу – заделки стыков. Ну, да об этом уже в следующем видео. На этом все. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!